МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За них будут бороться и представители Гомельской области. На ближайшую субботу станут известны первые олимпийские чемпионы Рио в велоспорте. Состоится мужская групповая гонка на шоссе. Беларусь представят Василий Кириенко и Константин Севцов. 6 августа начнут борьбу за награды и представители академической гребли. Станислав Щербаченя, Игорь Пашевич и Инна Никулина. Всего же на ближайшей олимпиаде Гомельскую область представит 21 спортсмен. Это уже для нас победители и герои. Почему? Потому что люди самоотверженно отданы любимому делу. И самое главное, оставляют, наверное, здоровье, оставляют личное время для того, чтобы доказать всему миру, что сегодня они сильнейшие. Они будут это делать и в Рио-де-Жанейро будут стараться. По крайней мере, при нашем личном общении с ним у всех был абсолютно положительный заряд, положительные эмоции, готовность. И никакие вот эти передряги, склоки, либо какие-то грязная игра, которую сегодня мы наблюдаем от некоторых международных чиновников, от спорта, не выбило из колеи наших спортсменов. Они готовы сражаться и доказывать сегодня на Олимпиаде свое преимущество. Поэтому мы будем за них болеть. В Заславле на минувших выходных состоялся чемпионат мира по гребле на байдарках и каное среди юниоров и молодежи. Участие приняли представители 61 страны. В составе сборной Беларуси было 18 спортсменов из Гомельской области. На их счету 10 медалей. Трехкратной чемпионкой мира среди юниоров стала каноистка Алена Ноздрева. Мазырянка выиграла заезд одиночек на полукилометровой дистанции. А также в составе двойки стала лучшей на 200 и 500 метрах. В соревнованиях молодежи до 23 лет гомельско-мозырский дуэт каноисток в составе Дарины Пикулевой и Камилы Бобр взял медаль высшие пробы на дистанции 200 метров. Также Камила добавила в копилку белорусской команды серебро в одиночке на 200 метровке. Снежана Бобр в составе экипажа каноэ двойки выиграла бронзу на полукилометровой дистанции. Кстати, благодаря вкладу наших спортсменок белорусская женская команда каноэ признана лучшей на турнире. И мужчины без наград не остались. Юниоры Григорий Майсюк и Денис Ващенко завоевали серебро. Мазыряне остановились в шаге от высшей ступени пьедестала в соревнованиях каноэ двоек на километровой дистанции. Байдарочники также выступили на высоком уровне. Мозырский экипаж четверки в составе Никиты Санько, Владислава Сухоносова, Стаса Дайнека и Ильи Федоренко стал золотым на дистанции 1000 метров в соревнованиях юниоров. Сухоносов и Санько в километровом заезде байдарок двоек показали второе время. Гомельчане Георгий Аникин и Максим Зайцев в составе байдарки четверки стали чемпионами мира среди молодежи. Белорусам не было равных на километровой дистанции. Всего же спортсмены Гомельской области на мировом первенстве завоевали 10 медалей – 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. В общем, в зачете на домашнем чемпионате мира сборная Беларуси расположилась на третьей позиции, уступив по количеству и качеству наград только венграм и россиянам. Хоккейный сезон стартовал. Состоялись первые матчи первого этапа Кубка Руслана Салея. Гомель со счетом 3-2 обыграл лиду. Жлобинский Металлург одержал две победы – Поверженный Могилев и Солигорский Шахтер. В эти минуты стартует первое в этом сезоне областное дерби. Гомель принимает Металлург. А в конце минувшей недели на лед Гомельского ледового дворца выходили молодежные команды. Состоялся международный хоккейный турнир памяти Алексея Костюченко. Помимо хозяев, хоккеистов Гомеля-2 участие принимали дубль Солигорского шахтера, юношеская сборная Беларуси и московский «Спартак». Почетный гражданин Гомеля Алексей Костюченко – личность для белорусского хоккея более чем знаковая. Он стоял у истоков возрождения этого вида спорта в Гомеле на современном этапе. Алексей Костюченко с 2000 по 2008 год возглавлял совет хоккейного клуба «Гомель». Во многом благодаря его усилиям команда была и остается одним из лидеров белорусского хоккея. При этом много внимания Алексей Алексеевич уделял и детскому спорту. Недаром турнир проводится именно среди молодежных команд. Он всегда поднимал детские команды. Он всегда стремился больше уделять им и материального и морального внимания. Расширял круг их возможностей встреч на уровень международный выходил, чтобы были какие-то взаимосвязи с другими странами. При этом только хоккеем интересы Алексея Костюченко не ограничивались. Спорт вообще был важной частью его жизни. Для него спорт вообще это было главенствующее. Он любил все виды спорта. А когда сказали, что в Гомеле должен быть ледовый дворец, конечно, он двумя руками. Он очень хотел, чтобы была ледовая команда, чтобы был свой хоккей, потому что в детстве он когда-то на валенке накручивал снегурки, коньки были такие. И были во дворах команды. И он играл очень хорошо, играл в хоккей. И поэтому, когда уже построили ледовый дворец, каждый выходной он приходил сюда, чтобы тренироваться вместе с ребятами и для себя играть в хоккей. В первый игровой день хозяева своих болельщиков не разочаровали. Гомель-2 со счетом 3-1 переиграл вторую команду солигорского шахтера. Московский «Спартак» забросил в ворота юношеской сборной Беларуси три безответные шайбы. На следующий день гомельчане уступили сборной Беларуси 2-3. А московский «Спартак» со счетом 4-1 одолел горняков. Победитель турнира определялся в очном поединке хозяев и «Спартака». Москвичи два последних года увозят трофеи в столицу России. Однако победного хитрика не получилось. Гомельчане уверенно победили 4-1. И впервые выиграли переходящий кубок турнира. Хоккеисты «Шахтера-2» обыграли юношескую сборную Беларуси со счетом 7-3 и завоевали бронзу турнира памяти Алексея Костюченко. Женская дружина гонбольного клуба «Гомель» примет участие в международном товарищеском турнире под эгидой мэра польского города Гданск. 5 августа гомельчанки сразятся с гонбольным клубом из Костижины. На следующий день померятся силами с хозяйками турнира. А 7 августа «Гомель» проведет заключительную игру с гонбольным клубом «Крамстарт» из Эльбланга. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» также вовсю готовится к будущему сезону. Гонболисты вышли из отпуска 1 июля и сразу же приступили к тренировкам. На одну из них мы и заглянули. Свежий воздух, песок и вода – это компоненты, которые необходимы не только для приятного отдыха. Но работать в таких условиях также комфортно, а тем более в такую жару. Первый этап подготовки – это развитие силовых и скоростных качеств. И пляж подходит для этого как нельзя лучше. До обеда команда работает под открытым небом, вечером – тренажерный зал или дворец лёгкой атлетики. Функциональная подготовка – важный этап. Тяжёлая работа сейчас гарантирует хорошую форму на протяжении всего сезона. Гонболисты это понимают и усердно работают. Отличное настроение. Уже, наверное, все забыли, что был отпуск. Уже работаем четвёртую неделю, по-моему. Готовимся в штатном режиме. Физподготовка. Готовимся к сезону. На этой неделе команда перебирается в зал. Следующий этап – это технико-тактическая подготовка и работа с мячом. Тем более, что уже не за горами первый спарринг. Да и вообще нынешняя предсезонка насыщена на игры. Планируем 8-10 числа сыграть три игры спарринга здесь за МТУ ЗАСА, Запорожье, украинской командой. Затем три спарринга сыграть в Минске. Сроки не определены. Сборная команда Ирана находится на сборах. И потом у нас выезды, 20-х числах выезды. Турнир Ильмакап в Алитусе, Литва. И матчевая встреча в Польше, в Гданске. Бронзовому призеру минувшего чемпионата страны в межсезонье удалось практически полностью сохранить состав. Единственная потеря – левый полусредний Андрей Ященко. Лучший снайпер прошедшего сезона перебрался в стан чемпиона – БГК имени Мешкова. Пополнили состав Гомеля три молодых гонболиста. Гомельчанин Игорь Кусенков и два воспитанника глузкого гонбола. Андрей Раткевич и Дмитрий Потачец. Главное же приобретение – это линейный Станислав Нахаенко. Габариты 23-летнего новичка поражают. Рост 208 сантиметров и вес 135 килограммов. Амплуа линейный. До расформирования выступал за столичное «Динамо». Два последних сезона провел в чемпионате в Венгрии. Мне давно уже хотелось в Гомель. Мы уже, даже когда я в «Динамо» играл, я рассматривал вариант перейти в «Гомель». Даже вот в начале сезона, потом в середине сезона тоже планировал тогда перебраться. Ну, а сейчас я уже не думал. И сразу подписал на год, но думаю, сейчас будем на два года. Главком у «Гомельчан» Сергея Цыганкова Нахаенко хорошо знаком по выступлениям за молодежную сборную. Габариты и мастерство новичка используют для укрепления защитных редутов команды. В первую очередь мы его приглашали на защиту центрального защитника. Ну и линейного, потому что по прошлому сезону показалось, что у нас не хватает, к сожалению, игроков, которые могут подменить основных игроков. Поэтому пришлось идти на такое определение. На вопрос о задачах на будущий сезон Сергей Цыганков ответил просто. Победа в каждом матче. Однако понятно, что цели не меняются. Забронзовевший Гомель не прочь примерить с награды более высокого достоинства. Когда высокий результат, это не только призовое место, но и, возможно, спасенная человеческая жизнь. В Гомеле прошел чемпионат областной организации «Освод». Участие приняли 15 команд. Ареной профессиональных баталий спасателей стала Новобелецкая спасательная станция областного центра. Эти соревнования уже давно стали традиционными. Успешное выступление – дело профессионального престижа. А потому команды серьезно готовятся к чемпионату. Причем участвуют как штатные работники «Освода», так и сезонные. Мероприятие интересное. И с каждым разом все интереснее и интереснее проявляется у работников, у участников. Появляется азарт. Когда мы это дело начинали, было ну, чего греха таить, как-то веловато. А сейчас, можете видеть сами, команды болеют друг за другом. Все упражнения – часть повседневной работы спасателей. Главное отличие, если на соревнованиях все измеряется секундами, то на практике спасенными жизнями. В программе профессионального многоборья четыре упражнения. Участники спасали и буксировали вплавь в манекен, бросали на точность спасательный круг, плыли стометровку и преодолевали препятствия. Еще одно упражнение – это спасание на лодке. Необходимо было догрести до условно тонущего, спасти его и вернуться к точке старта, при этом используя только одно весло. Справиться с лодкой оказывается не такая простая задача. Сотрудник Жлобинской спасательной станции Николай Легкий в минувшем году победил в этом виде программы. Повторить успех в нынешнем не удалось. Подвел инвентарь. И только второе место. Не получилось, наверное, потому что не взяли свои весла. Потому что это каждый, все это индивидуально подбирается, наверное, для каждого. Ну, тренировались мы на таких веслах, а это получилось. На других надо было свои весла брать. Жлобинские спасатели, кстати, на протяжении последних лет фавориты профессиональных соревнований. Не было им равных в командном зачете и в этот раз. На втором месте сотрудники Новобелецкой спасательной станции, на третьем – Ветковской. Отдельно подводились итоги в дисциплине выход спасательного катера по тревоге. Тут победа зависела отслаженной работы всей команды. В итоге малый кубок достался Новобелецким спасателям. На второй строке расположились сотрудники Гомельской городской спасательной станции. Замкнули тройку призеров в Жлобинчане. Кстати, победители будут представлять Гомельскую область на республиканских соревнованиях. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...